Мои хорошие, всем приветик! У нас дождь. У нас идёт дождик. Вышли по делам, сейчас идём. Под сонтиком. Я в такой буашке. Можете сами посмотреть. Похолодало. Похолодало. Я наделась, потому что реально похолодало. Погодка, конечно, нелётная. Сегодня у нас 3 апреля. Как бы вас так держать, чтобы вы меня видели. У нас 3 апреля. Стасу говорю, одень нормальную обувь. Он в шлёпках. Это вообще-то пипец. Я ему говорю, одень нормальную обувь. Дождь идёт. Единственное, что нам надо по делам в нашем районе. Оно нормально. Соцените мою кофточку. И мою эту буа. Буа. Уже деревья распускаются. Прелесть. Прелесть. Что хочу вам сказать. Начитала все ваши комментарии. Конечно, огромное спасибо всем адекватным зрителям, кто пишет адекватные комментарии. Настолько неадекватных. И к этой рыбе прицепились. Господи, люди. Когда вы прекратите заниматься пропагандой у меня на канале? Рыба действительно была тухлая. Я эту рыбу купила. Я её на распаковке вам покасала. Вчера я её покупала. Я вам на распаковке её покасала. Я её положила сразу в холодильник. Холодильник работает хорошо. Через час я начала её готовить. Раскрыла, чтобы её помыть. Там такая вонища пошла. Камера вам всё равно этот запах бы не передала. Но квартиру пришлось проветривать. Так что пишите, что хотите. Но факт есть факт. Рыба была тухлая. Потом со Стасом писали комментарии, что он по телефону не говорил. Стас, ты прикинь, ты по телефону, оказывается, вчера с опекуном не говорил. Что ты на это скажешь? У каждого своё мнение. У каждого своё мнение. Да у них мнения нет. Я вообще вот это... Я надеюсь, я искренне надеюсь, когда я отсюда уеду, у меня аудитория... Хотя нет, они всё равно будут продолжать смотреть. Немецкая аудитория будет всё равно продолжать смотреть и советовать. Это такие люди. Это такие... У них в крови вот эта совесть и враньё. Лишний раз подчёркиваете, что... себя подчёркиваете. Очень много, очень много лживых комментариев пишут. Очень много. Я вообще... Я вообще... Мне это кажется... Я вам спать спокойно не даю. Я ещё раз говорю. На своём канале я врать не буду. Я враньём заниматься не буду. То, что есть... У меня влоговый канал. У меня канал не политический, не спортивный, не какой-то там кулинарный чисто. У меня влоговый канал. Я вам показываю то, что со мной происходит. Уеду отсюда. Посмотрите мою жизнь в другой стране. И, кстати, уеду я, когда я решу. Но не когда вы решите. Я плачу налоги. Я живу честно в этой стране. Кому это не нравится, ваши проблемы. Кстати, по поводу вот этого всего. Мне кажется, если бы я не работала бы, я бы жила на социале, меньше бы вот этого говна на меня выливалось. Потому что, когда человек работает, когда он действительно чего-то добивается, его больше и осуждают. Это лично мое мнение. Потому что я знаю людей, которые действительно живут на социале, ждут заканчивания войны, заканчивания этого всего. И живут в свое удовольствие. Конечно, денег не хватает. Кстати, хочу немного сказать вам по пособиям в Германии. Если я не ошибаюсь, сейчас около 500 евро на человека платят. Эти 500 евро на человека оно никак не хватит. Никак. Вот хоть убейте, оно никак не хватит. Потому что с них надо... Так, тут шумно. Я сейчас отключусь, пройдем и подключусь. Так, на чем мы с вами остановились? Прошли там шумно сильно. По поводу пособий. Пособия около 500 евро платятся на человека. Вот я, например, скажу вам, сколько у меня только на меня одну уходит в месяц. У меня примерно тысяча евро уходит только на содержание меня. Туда входит, конечно же. У меня только около 300 евро в месяц уходит на одни сигареты. Потом туда же входит интернет. Я оплачиваю, чтобы вести YouTube канал и чтобы работать на второй работе. Интернет у меня хороший провайдер. Я оплачу в месяц 50 евро. Мобильный интернет у меня. Мобильный... тариф мобильный 15 евро в месяц. Потом электричество 60 евро. Электричество то, что я сама оплачиваю. Все с моей карточки списывается. И плюс я за квартиру это отдельно уже 238 евро оплачиваю. То, как мы вдвоем живем и квартиру делят на троих человек. У меня мою долю, мою часть все сама оплачиваю. За квартиру, за коммунальные услуги туда входят. В этом году будет перерасчет воды. И, кстати, со свет у меня к Новому году пришел, после Нового года точнее, пришел перерасчет. У меня 600 с чем-то там долг был. Я его уже оплатила. Евро. И, кстати, там в каком-то комментарии мне написали марки. В Германии уже давно марок нет. Не знаю, люди чем думают. Можете погуглить, какая валюта в Германии на данный момент. На 500 евро, если вот человек получает 500 евро в месяц, он с этих 500 евро оплачивает свет, оплачивает интернет. А, проясной, что забыло, 49 евро проясной у меня. Но, конечно, кто на социале находится, у них проясной 9 евро по Берлину. Ну, вот посчитайте. 500 евро минус электричество, минус проясной, минус интернет, мобильная связь. И что там останется? Ну, если 200 евро останется, ну, на 200 евро в Германии прошить нереально. Это просто месяц не прошивешь. Я когда находилась, я плагая малое время, я примерно меньше года была на учеб-центре, у меня денег катастрофически не хватало, я влезла в долги. Долги я уже плага выплатила, у меня долгов уже нету на данный момент. Так, тут ступеньки. Сейчас вышли, вот это пройтись немного, ну, дождь пошел. дождь пошел. Я же говорю, когда вы пишете комментарии, ну, пожалуйста, думайте, о чем вы пишете. Я при любой возможности отсюда уехать, я с удовольствием, я с большим огромным удовольствием покину эту страну. И забуду. Но, к сожалению, сейчас такое время. Сейчас, к сожалению, такое время. уедем. Это очень долго ты едешь. Стас, ну, не порчи. Ты думаешь, мне хочется в этой стране находиться? Мне в этой стране не хочется находиться. езда, я не люблю вот эти переезды. Переезды я не люблю. Надо, чтобы, если даже в другой регион, он вот пишет на Западную Украину. Как вы представляете, что я сейчас продам свою квартиру? Моя квартира, я думала ее продать, но на данный момент в Харькове никто квартиру не купит. Чтобы переезжать даже на западную часть Украины, нужно иметь деньги на приобретение жилья. Это как минимум 30 тысяч евро, как минимум. Долларов точнее. Так что когда вы это пишете, вы сто раз подумайте. Сто раз подумайте. Тут тоже в аренде шить я не собираюсь. И, кстати, хорошая новость. Сегодня третье у нас апреля. Сегодня ровно год, как я начала на вот этот YouTube канал загрушать видео. Помню, год назад ровно у меня на канале было ноль подписчиков. Уже вот-вот и две тысячи. Изначально канал мне назывался Волчица. Изначально было название Кая Стас. Такое примитивное, простое название. И уже с лета, когда я активно, когда я начала вести ДМИ эфиры, когда я начала развивать канал, потом я уже поставила название. Придумали мы название каналу. Так что вот так. Маленькая-маленькая таза сегодня. Всем хочется пожелать всего наилучшего, мира, любви, вдохновения и всего наилучшего просто. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. наилучшего.